всем привет с вами ира у нас наступил новый месяц и это означает что пора заполнять планер на апрель но для начала давайте посмотрим как я заполняла планер в марте вот такая главная страница на месяц мы с вами вместе оформляли планер в прошлом видео все видео о заполнении планера есть специальном плейлисте далее вот такой разворот на месяц и где отмечаю какие выходят видео а также когда я провожу стримы стримы провожу в тег токи ссылочка есть в описании следующий разворот слева у меня находится календарь в котором я пишу какие видео у меня выходят а справа у меня статистика youtube стримы и доходы далее идут развороты на неделю и 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 недавно у меня появились вот такие гелевые черные ручки и они не заедают и очень хорошо пишут поэтому я начала заполнять ими планер. Давайте перейдем к заполнению этого месяца и заполнять я буду вот такими брашпенами от Tombow, они довольно тонкие и очень мне нравятся. Их я буду использовать в разворотах на неделю, а также на месяц. Для главной страницы я буду использовать вот такие буквы и наклейки с цветочками. Приклеиваю буквы, а затем уже клею наклейки с цветочками. Так как у меня осталась одна наклейка, то я ее решила использовать для конца планера. Кстати, петух падал у меня очень много раз. Также у меня есть вот такой стикер, на нем я отмечаю видео в Shorts. Вот такая главная страница у меня получилась и переходим к страничке на месяц. Я всегда делаю вот такой календарик карандашом. Буду заполнять линером 0,7 миллиметров и вот такой линейкой. В этот раз я решила не делать дополнительные секции для названия недели. Мне кажется, что так намного лучше смотрится. Как вы видите, у меня снова упал петух. Стираю весь карандаш ластиком, чтобы смотрелось все аккуратнее и начинаю прописывать числа. Для оформления буду использовать вот такие зеленые наклейки и зеленый скотч, а также ножницы. Для начала приклеиваю скотч. Мне очень нравятся эти скотчи, но в них есть одна проблема, они рвутся. Пишу название месяца и я случайно написала, что это март. Возможно потому, что до этого я снимала видео сплетенное за март, но я заклеила все такой наклеечкой и написала уже правильно. Далее оформляю наклейками. У меня была задумка, чтобы сачок ловил вот такие звездочки, но они не вырезанные, поэтому просто оставила сачок и вот такую шляпку. И вот такой разворот у меня получился. Переходим к следующему развороту. Для него я буду использовать вот такой широкий скотч и все тот же линер. На левую половинку клею скотч и затем прописываю числа месяцев, которые позже буду записывать видео, которые выходят. С правой стороны делаю заготовку браш пеном. Здесь у меня будет статистика по ютубу, по стримам и мои доходы. Вот такой разворот получился. Осталось нам с вами оформить развороты на неделю. Всего их в этом месяце будет 4. Для начала я решила расчертить все развороты линером и потом уже оформлять каждый разворот. Скорее всего в этом планере это будет последний месяц, так как я все же заказала планер с алиэкспресса, уже готовый, который я хотела много лет. Он мне буквально случайно попался на днях и я решила его заказать. Переходим к оформлению. Я выбрала вот такие наклейки и скотч. Как я думала я оформляю первый разворот, но казалось, что это последняя неделя этого месяца. У меня есть очень красивые и интересные наклейки, но мне как-то было жалко их использовать, так как я уже знала, что перееду в новый планер. Но я очень надеюсь, что я перееду в мае. Переходим к следующему развороту. Вот такие наклейки использую и скотч. Кстати, на прошлом развороте мы с вами не написали даты. Я это сделала для того, чтобы не запутаться. Это был первый разворот, переходим ко второму. Буду использовать вот такой скотч с радугой и наклейки со сладостями. Начинаю со скотча. Обычно я всегда начинаю со скотча. Далее я прописываю даты и дни недели и затем уже украшаю наклейками. И третий разворот. Буду использовать вот такие наклейки с цветочками и скотч с кактусами. И возвращаю. И возвращаясь к первому развороту, который мы с вами делали, прописываю на нем даты. Все развороты готовы. Вот такой главный разворот. Далее разворот на месяц, куда я буду записывать свои видео и видео, а также стримы. Мне очень нравится, как получилось в таком едином зеленом стиле. Следующий вот такой фиолетовый разворот. Его я обычно заполняю в конце месяца. И далее идут развороты на неделю. Эти наклейки очень большие, не ожидала, что они так будут смотреться в планере. Следующий вот такой разворот со сладостями. Далее вот такой разворот с цветочками и с кактусами. И вот такой разворот с котиками. Очень милые котики, не ожидала, что они будут на прозрачной подложке. На этом все. Мы с вами оформили мой планер на апрель. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, а также на другие мои социальные сети. Ссылочки есть в описании. И всем пока!